Беги. Я их так долго делал, а теперь они больше не нужны. Помиритесь, Ареста. Вы ведь раньше хорошо ладили, а теперь? Раньше да, а теперь нет. Вы что ли у нас распоряжаетесь? А ты меня должен побрить прямо здесь. Хочу смотреть в лицо этому подлецу. Говорят, чтобы вы не обижались, если у нас сорвется лишнее словцо. И даже если у вас тоже сорвется, они будут только рады. Ах так? Да. Открой, Адольфо. Отойдите, сейчас я разберусь. Преступники, нахалы, Филомина, засунь голову в мусор. Ты и вся твоя семья, предки, потомки, дети и внуки. Смотрите, какая худая канарейка. Даже птиц заморили голодом в этом нищем доме. И хотят, чтобы наша дочь вышла за этого тупого пасхуалия. Канарейка умнее, чем вся ваша семья. А чем ты будешь кормить Анжелину? Канарейкой? Держи. Ешь. Ешь. А то у вас на обед сегодня ничего нет. Ты что, это дорого стоит? Канарейку трогать не надо. Канарейко. Канарейка. 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 Микеле, литр кофе вон тем сеньорам. Они много лет пьют только ячменный. Сначала заплати все свои долги. Тебе это полезно, Хвостун. Только и годишься на то, чтобы людей смешить. Как теперь на улицу выйти? Кончится тем, что мы вправду поссоримся. Вы же хотели этой комедии. Но ты можешь понять, что если мы как следует не поссоримся, нам придется платить за угощения, за мебель и за все остальное. Ну давайте, чья очередь? И закончим поскорее на этом. Приготовьте постель в хлеву, как скотине. Анжелу и Пускуале в мой дом больше не войдут. Вы поняли? Вот вам. Оставьте их себе. Во имя отца и сына, и святого духа. Да будет так. В нашем хлеву Филомена, со всем уважением говоря, скотина чище, чем ваш Пускуале. Держи. Вот, пусть умоется. Когда придет. Быстро! Штраф этому юнцу. Это уже 50-й. Посмотрим, кто это затеял. Прочь с дороги, разойдись. Я сказал, прочь. Ты что, думаешь, мы бесстыдницы? Да я не нарушен, вы сами налетели. Раступись, раступись. Дайте мне пройти. Ты посмотри, он говорит назад, а она идет вперед. Разойдись, назад. Почему ты вчера вечером не пришел? Меня поставили на дежурство. Да ладно. Назад, назад. Ну и дела здесь творятся. Вы весь поселок подняли своими воплями. Да кто вопил? Как это, кто вопил? Они первые начали. Да, да, они. Я же говорила, что придет полиция. Молчи. Хотел бы я знать, с чего вы так расстроились. Убежали, ну и ладно, многие убегают. Потом возвращается, все налаживается. Что делать, сержант? Они всегда были друзьями. Это неправда. Этот брак нам никогда не нравился. Сержант, сделай доброе дело. Пойди, поищи этих двоих, которые убежали. Еще не хватало. Теперь мне еще и охотничьей собакой быть? Нет уж. Мы все тоже пойдем, сержант. У нас велосипеды. Нет, нет. Сержант, не говори нет. Все мне помирятся. Скажи доброе слово. Нет, нет, я не могу. Подожди, сержант. Я знаю, где они. Я тебя туда сразу могу отвезти. А ты кто? Я брат. Я их видел ночью в сарае. Сержант, это все неправда. Спокойно. Вперед. Потом устроим большой праздник. С конфетами и угощением. Праздник с танцами устроим в переулке. По бутылке вина на брата и получится. И спагетти нужны. А невеста должна быть в белом платье. Ну так что, сержант? Пойдем. Ну ладно. Пошли. Хочу провести опыт. Посмотрим, пройдет ли в этом поселке привычка убегать. Пошли. Стойте, стойте. Вы куда? Минутку. Подождите. Паскуали. Молодой, красивый. Хочу угадать, годишься ли в охотнике. Одно делаешь, думаешь, другое. Один человек тебя любит, а другой предает. Кто тебя научил? Билетик удачи. Да. Да. Десять лир. Держи, узнаем нашу судьбу. Что там сказано? Ты что, не умеешь читать? Ну, он читает быстрее. Ну? Сказано, что мы скоро поженимся. Как это? Тут много чего написано. Дай. Почитай-ка ты. Девушка, ты очень молода, жизни не знаешь. Ты красивая и нравишься. Одного юноши ты должна особенно опасаться. Он тебя может подвести. Будь осторожной, если не хочешь оказаться брошенной с незаконным сыном. Иди, обманщик. Ну, а теперь ты думаешь, что это я. А кто же еще? Твой портрет. О, Боже, платок. Куда я делал платок? Что ты будешь делать? Ты что, не слышишь? Ты куда? На службу. Ты забыл, что воскресенье? Хочешь вернуться в поселок? Ты ничего не понимаешь. Храм Мадонны Дель-Анджели здесь близко. Мы убежали, чтобы пойти в храм Мадонны Дель-Анджели? Так значит, мы убежали только, чтобы нагрешить? Да как нагрешить-то? А что, не грех с тобой убежать? Разве не грех спать с мужчиной? Да что мы сделали-то? Неважно. Достаточно подумать. А у тебя еще брат священник? По воскресеньям надо ходить на службу. Но это не такое воскресенье, как другие. Все воскресенья одинаковы. Кстати, я даже хочу исповедаться, раз уж здесь оказалась. Анджелина, ты сегодня идешь в поле? Да. Отойди, как будто ты не со мной. Дочь американца сегодня выходит замуж. Мы им мебель несем. Ты бы видела, какое приданное. Все с вышивкой. Ты видел, меня узнали. Ты жди здесь, а я пойду на службу и скоро вернусь. Откуда я знаю, что ты вернешься? Или вместе, или никак. Но вместе с тобой я не могу показаться. Тогда останемся здесь. С тобой никогда ничего нельзя. Все твои грехи я беру на себя. А ты в следующее воскресенье можешь пойти на две службы, на три. И так все поправишь. Почему я не могу так, как дочка американца? У тебя есть доллары под кроватью? А овцы есть? Мы бежим, как воры. Даже не можем пойти вместе на миссу. И даже людей нам нужно бояться. Я так хочу есть по спуали. А я нет. Что нам делать? В мой сарай, Инжелина. Там скотина подсматривает. Но на этот раз мы их съедим и... Субтитры сделал DimaTorzok.